Девушки отдыхают Мужчина, который вас обеспечивает Чем занимается ваш муж? Студент? Судья? Здравствуйте Девочки, есть ли жены не судьи в зале Вот и среди вашего столика? Давайте с вас начнем Как вас зовут? Лера, давайте Валерии поаплодируем Валерия, мы рады, что вы здесь Валерия, можно поговорить, как прошло ваше лето? Плохо прошло лето? А нет, хорошо Собрались как-то 4 подруги Жена судьи Лера с биполяркой Хорошо или плохо? Вы определите С чего начиналось ваше лето? Давайте так просто, мы уже хотим знать С работы С работы, а закончилось? Свадьба подруги О, круто Это все ваше лето Вы работали, а потом была свадьба подруги Да, да Но тогда у вас было плохое лето То есть вы никуда не ездили отдыхать, на море там На треху На треху На треху? Да Это на тюрьму какую-то? На треху, в смысле на трех озере? Да У вас есть мужчина? Есть Чем ему занимается ваш мужчина? Дает туры на трех озере Ничем не занимается ваш мужчина Ну, когда подруга, жена, судьи, я понимаю Какой смысл чем-то заниматься? Как вас зовут? Да Александр А вы чем занимаетесь, расскажите? Работа В компании В компании Чем занимается компания? Лифты Вау, а когда лифт ломается, это вам звонить? Нет А если кто-то в лифте насрал, что делать? Управляем Управляем А если это я насрал? Они камеры сейчас просят Они камеры просят, понятно А вы их делаете? Да Монтируем То есть, где-то вы покупаете лифты и монтируете А где покупаете лифты, если честно? В Китае Там самые хорошие лифты Бывает такое, что вот лифт, хоп, и упал Вы слышали такое? Я ни разу не слышал, это интересно У нас не было, в Питере было В Питере было Это питерские лифты падают Питерские лифты падают, китайские не падают? Нет, китайские хорошо, защищенные Защищенные? А чем они защищенные? У них тормоза есть хорошие Все, он там останавливается посреди дороги и стоит Посреди дороги останавливается Охеренно, в доме, а вот ты посреди дороги остался в лифте. Как зовут вас? Оля. Оля, давайте поаплодируем Ольге, друзья, это Ольга. Мы хотим поинтересоваться, Ольга, у вас есть мужчина? Нет. Вы свободна? Да. Вау, круто. Если в зале свободные мужики, поаплодируйте. Простите, Оля. В городе нет свободных мужиков. Тут просто один чувак поугарал, у него сопля из носа вышла, потом он пристал угорать. Не знаю, подойдет такое или нет. Сейчас давайте. Как вас зовут, скажите? Артур. Так, уже Артур. Видите, что-то интересное. Тут два варианта. Либо армянин, либо... Артур, расскажите, пожалуйста, кем вы работаете? В какой вы области доктор? В инвесторе. Ооо, вы спасаете людей. Круто. То есть вы реально... Сколько лет вы уже занимаетесь такой практикой? Восемь лет. Вы невероятно грустно выглядите. Как будто он просто только что 140 человек спазднует. Ну, пойду хоть посмеюсь. Артур, вы давно... Как давно вы одни, скажите, пожалуйста? Восемь лет. Это была девушка. Сколько вы встречались? Два года. Два года. Ну, мы уже все ее ненавидим. Она к другому ушла? Нет. Что произошло? Почему вы расстались? Здесь все свои. Не переживайте, Артур. Что, бытовуха? Ну, мою жену, судя по всему, давно уже было на два класса. Вы разошлись, потому что она не готовила вам еду? Одно из. Одно из. Давайте еще два. Можно сказать, что я армянская Гузеева. Сейчас мы все выясним. Так. Еще два еще назовите. Сейчас мы... Подождите. Оля уже... Оля уже просто, я вижу. Она уже второй бокал просто. Врач. Она думает, врач. Это же эти, как его называются, социальные гарантии. Это две поездки в Сочи. Она уже просыпается там. Смотрите, я вижу, вижу уже. Оль, вы хорошо готовите? Да. Какое ваше любимое блюдо, которое вы можете приготовить? Вот вы его... Капуре по-аджарски. Оля. Артур, а вы можете что-нибудь сделать с Олей по-аджарски? Хорошо. Давайте. Еще две причины, по которым. Не убиралась. Что это за зверь у вас был? Вы что, про мою жену все знаете? Как будто это не моя жена случайно с вами? Так. И третья причина? Достаточно. Не готовила и не убиралась. Но может быть, она у вас была в постели, просто лютая львица. Понял. Я все... Оля, вы хорошо убираетесь? Я педант. Она педант. Она готовит хачапури по-аджарски. Но что она делает в постели, Артурчик? Это просто космос. Хорошо. А Оля, вы работаете? Меня, наверное, здесь сейчас убьют. Я в Даленергосбыт работаю. Свет. Свет. Типа я тупой. Свет, Хачик, ты не понял? Ты что, тупой? Ты не понял? Даленергосбыт. Вы вообще ничего не понимаете. Электричество, квитанции, дорого. Это я виновата. Он спасает людей, а я им жизнь порчу. Идем дальше. Идем дальше. Вот. Прекрасные люди сидят. Здравствуйте. С виду похожи на свидетелей Яговы. Порядочные. Пьют воду и сок. Начнем с вас. Как вас зовут? Кирилл. Кирилл. Друзья, поаплодируйте. Это Кирилл. Это Кирилл. Кирилл, вы пришли с супругой или это ваша девушка? Моя девушка. Скажите, хорошо ли убирается ваша девушка? Да. У нас есть друг-помощник. У нас есть друг-помощник. У нас есть друг-помощник Армен. Как она готовит? Или тоже робот-пылесос? Есть мультиварка. Мультиварка. Современная семья. И вы ее не трахаете, судя по всему. Она сама себя удовлетворяет. Все вместе. Прогрессивно. Чем вы занимаетесь? Сколько жите? Моря моряков. Моря моряк. Она приловчилась по этому. Понятно. А вы занимаете какую-то должность или вы просто моряк? Нет, офицер. Третий помощник. Вы третий помощник. Расскажите, сколько сейчас зарплаты у третьего помощника? Просто интересно знать. Около пяти тысяч. До пяти тысяч рублей? Доллар. Доллар. До пяти тысяч. О, прикольно. Доллар-то сейчас совсем подгнивает. А рубль что? Бог бережет. Ну, если вам нужен кто-то будет там помочь что-то, то вы обращайтесь. Ну, круто. Давайте поаплодируем ребятам. Здорово. Хорошо. Здравствуйте. Вы друзья? Вы вместе? Да. Вы тоже моряк? Да. Вы второй помощник, да? Я третий помощник. Вы третий помощник. Вы два третьих помощника? Да. Меня зовут Кирилл. Какая-то странная херня. Зачем на корабле два третьих помощника? Капитан говорит, что-то хочу два третьих помощника. А второй помощник один думает, да это вообще просто несправедливо. Как-то некрасиво. А вы на одном судне? На разных? Да. Ага. И как часто вы уходите? Сколько длится рейс? Сколько не видит вас ваша жена? Это жена вообще? Это девушка. Сколько вы уже вместе? Год. 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 Моряк. Она ждет, пока ты просто купишь все, а потом... И Себастьян, как говорится. А можно узнаю ваши девушки? Как вас зовут? Влад. Влада, скажите, каково четыре месяца без молодого человека? Тяжело. Тяжело? Первый годик терпимый. Первый годик терпимый. Но он как-то возмещает, что-то покупает, какие-то подарки. А то прикиньте, такой моряк, который ни хера еще не покупает. А вы убираетесь дома? Вкусно готовите? Ну-ка, четыре месяца никого нет, можно и пожрать, и убраться. Раз в четыре месяца можно что-то приготовить. Как минимум в супре заказать доставку. По-аджарски. Так, что, я второй раз в Владивостоке. Мне все нравится, классно. Я так понял, что в Владивостоке живут люди, которые любят этот город. Да? Отлично, супер. Это классно, это классно. Да. Давайте так, чтобы вот люди посмотрели это видео, увидели, какой Владивосток. Давайте, как гиды, пообщаемся. Что вот первым делом надо про Владивосток точно знать? Что надо знать? Пинце. Что? Пинце. Пинце? Пинце. Окей, кто знает, что такое пинце? Нормально, нормально. Да. Вас как зовут? Анна. Анна, Анна. Расскажите, что такое пинце? Это опасно или нет? Это на пару, можно сказать, булочка на пару, булочка на пару, булочка на пару, с капустой и фаршем. Да, почему пустое, милые и очень милые бабушки. Милые бабушки? Да, милые бабушки. Здесь еще много слов, которых я не понимаю. Пинце с Милкисом. Милкис, это что? Да, вы китайцы здесь все или что? Да, вы китайцы здесь, да? Пинце с Милкисом. Окей, это национальная... Блюдо Владивостока. Все, окей, да. Если вы приехали во Владивосток, давайте прорекламируем. Если вы приехали во Владивосток, обязательно пинце с Милкисом, да? Все, вы так приходите и говорите, мне пинце с Милкисом, все. Если вас не бьют, значит, это хороший район, да. Это милые бабушки, все. Давайте поаплодируем, отлично, хорошо, да. Бомба, бомба, бомба. Да, мне кто-то сказал, что надо крабов обязательно поесть. Рассказали нам, что тут очень вкусно, все классно. Вот я с девушкой, если что, сегодня приехал. Было потрясающе. А потом мы сегодня утром узнали, что такое белковое отравление. Да, мы в шоке. Если что, я не знал, что это так работает. Я вообще, если честно, кайфанулся. Вчера я крабов поел два раза, там еще креветки, вот эти медведки очень классные, крутые. Я вообще, а вот город Владивосток, это что за город? Это, знаете, мы Ростов, южная столица, есть Москва, это просто столица, северная это Питер. А Владивосток, это столица чего? Что? А, просто столица Дальнего Востока, Владивосток, да? Просто я думал, что вы из столицы айтишников, я вам клянусь. Я вот с Эдвином общался в Москве, он говорит, приезжай, приезжай в Владивосток, у нас столько ботанов, блядь, классно. Я думал, что ботаны, это люди, которые очень умные, если честно, у нас так это называют. Я потом узнал, что это очень вкусно. Да, люди из Москвы сейчас охуеют, если честно, да. Я тут в Москве попробовал ботанов. Да, подумал, человек, конечно, это ебу дал, да, приехал во Владивосток, ботанов пару. Да, классно. Что еще можно посоветовать ребятам из Москвы, из южных городов? Что нет в других городах, а есть у вас? Чем вот гордитесь вы? Москвы. Море, море шикарное, классное. Вы купаетесь, а у вас что за климат? Какой климат у вас? Хороший, блядь. Вы учитель географии, да? Да, я охерел бы, если мне учительница географии говорит, так, это Сочи, здесь суперропический климат, и Владивосток. Хороший климат, потрясающе, классно, да, все. Так, что, на стендап все приходят, а вы работали сегодня? Вообще во Владивостоке работают? Нет? А чем вот во Владивостоке занимаются? Чем люди деньги зарабатывают? Машины возят? И сейчас до сих пор? Вам похуй на санкции. Вы настолько тут окиревший город, такой, санкции, это вот это, для Москвы, для Питера, мы машины возим, да. Вообще у вас классные машины, вот это, праворуки, конечно, я вот в этот шоке был, если честно. Я смотрю, ну, едем, едем же опять, Эдни встречал, у него леворукая машина, и мы едем, и я не мог до конца понять, что у вас много праворуких машин, и мы едем, и парень, я говорю, осторожно, он говорит, почему, я говорю, водитель вот так вот разговаривал, в шоке, да. Это из Японии, да? А что вот за этот прикол, что легче сейчас машину распилить и привезти, что это за прикол? Раньше было? А что это за прикол такой? Ну, я понял, что... Вот вы объясняете классно, да. Как запчасти, а, ну, то есть вы пополам... А, дешевле раз? А то, что водители в ахуе будут ехать, вот так рукой держать, плевать или что? Или вы потом свариваете? На продажу? А, не себе, типа, ладно, да. Вот у тебя две части, бля, в целом ты лего купил, да? Да, соберешь, будешь кататься. Слушайте... Да, я обожаю приезжать в некоторые города, да, говорят, мы вас еще выебим там, я вам отвечаю, да. Да, вас там херово, да, у нас классно. Слушайте, супер, ну, я рад приезжать в эти города, где люди гордятся своим городом. Вот эти, я не понимал вот этих людей, которые постоянно в Москву едут, едут и потом говорят, что вот я приехал из конченного города. В Владивостоке не так, да? Я вот сколько людей из Владивостока встречал, все говорят, бля, у нас самый лучший город на планете Земля. Далеко, конечно, пиздец, но в целом, в целом круто, да. Что, акклиматизации у меня нет, если что. Я тоже приехал, я был в шоке. У вас же люди тут блеют, да, в аэропортах постоянно? Город Владивосток, Вестеприимный, люди в целом приезжают в аэропорт и вот так вот. Так хорошо просто, да, классно, да. Чистые, свежие, опустошенные приезжают, да. Что еще, чем можно еще похвастаться? Мосты, мосты классные, у вас два моста? Да. Три моста? Вы один не знаете какой-то, если честно, потом расскажете, да. Да, какой? Рудненский. Рудненский мост, это какой-то, какой мост? А, там плохо? Он канатный больше, да? Да, такой мост, да. Классно. Мне еще Эдвин, я до этого мало во Владивостоке побыл, и мне Эдвин, знаете, что сказал? Кама, Кама, а поехали, мы тебе покажем мост. Я говорю, какой? Он говорит, золотой. Я говорю, мне надеюсь, там не обоссут, или что? За это, золотой мост, да, это, да, показал красивый мост, вот этот еще мост, где две буквы В, да, как смыслы поменялись. Два года назад был вообще другой смысл был. Сейчас ВВ, я такой, ну, патриотично, если честно, в целом построили. Классно, да. Что еще? Что у вас еще классного? Китайцев-то много. Стало? Стало меньше? Узбеков больше? Бля, может быть, это все равно китайцы или нет? Просто не всегда понятно. Бля, так, что еще? Узбеков много. У нас тоже, у нас, не, у нас в Ростове много китайцев, если честно. У нас настолько много китайцев, у нас китайцы, если честно, их много, они сельскохозяйственной деятельностью занимаются. И если, вот вам прикол, лайфхак. Вы, когда поедете в Ростовскую область, в поля будете ехать, вы их не увидите. Не увидите. Но вам надо в поле подойти и вот так сделать. Ух, блядь. Ну, хуяк, не раз мешались, а в колесо все очень много людей. Да, очень вкусные огурцы. Бля, вот такого размера, если честно. Вот такого размера. Да, классно. Что еще? Что еще у вас в Владивостоке интеллект? Вот чем точно приехать и первые, первые, куда мне надо отправиться? Самое первое. На Русский остров. У вас? Какие разные мнения. Они говорят, на Русский остров такой? Зачем, блядь? Да. Ну, зачем-то надо поехать, да, посмотреть, да. Хорошо. А у вас есть криминальные районы какие-то? Тихая. Тихая. Лихая. Гостинки, ради боится. Да, ладно. Чурки, тихая. Что еще? Гостинки. У вас в целом нормальные районы есть вообще, если честно. Это тихая. Это что за район? Вот самый криминальный. Какой у вас район? Тихая, да? Удаленный. Тихая, удаленный район. И что там? Нормальный район. У нас здесь человек из тихой приехал сюда. Да, говорит, нормальный район. А вы из тихой? Ну, почти рядом. Вы из тихой? Ладно, окей. Кто из тихой? Я. Да, охереть, что вам вот так вот рассадили? Ну, нахер, блядь. Если вместе соберутся, это какая-то банда будет. Вы там, если телефон в кармане, руку в кармане держите. Вот так, мало ли, да. Хорошо. А какой самый классный район? Самый дорогой? Вот самый крутой? Куда вот москвичей привозят? Да. Тихо? УСЕРОВАЯ МУЗЫКА УСЕРОВАЯ МУЗЫКА УСЕРОВАЯ МУЗЫКА